ну что друзья начинаем спуск смотровой площадки с долины пяти озер спуск будет очень интересный смотрите за нашими приключениями все выключаем камеру у нас будут ждут ждет сейчас вот такое так дорожка стала лучше двигаемся быстрее есть возможность проколоть обувь на остром камне и смотришла нас никитоз главное не закрывать глаза за да да первая часть пути спуска с перевала это вот такой спуск по таким цепям по фактически отвесным скалам очень интересно необычно экстремально ну смотрите вам понравится я думаю так посмотрите это понятно не нам поэтому надо по светлому там хоть парке уже можно и поэтому по луне эти у меня между ног samsung стилипается ты мне под руку говоришь не фоткай сверху я я буду казаться толку ну давай там а понятно а а еще сфоткать наташка сделал вот такой у нас интересный спуск получается тихо то русланка спускается я тебе снимаю тебе попа грязно то я потом от этот заменю на другую заменю на другую остановились еще раз сделать панорамку фото долины неимоверной долины пяти озер очень красивое место за испорченные испорченные дни наташка я тебе хочу успокоить если тут цепи не было к этому было бы не проще а ты сама по себе отвиснешь вообще стремный спуск конечно по этим цепям такой очень на грани ну что подытожим или начнем начинаем спуск с перевала с долины пяти озер пройти нам нужно 11 километров по вот такой местности потом 4 километра еще по асфальту 15 километров садится солнце воды нету еды нету в общем все прекрасно начинаем спуск смотрите нас дальше ребята извините за качество съемки тут сейчас не до композиции после спуска по цепям начался просто очень такой скользкий сыпучий спуск двигаемся ну просто очень очень осторожно потому что есть шансы уехать просто вниз пропасть добрый день дальше наташка начала очень сильно скользить по этому спуску нужно было остановиться выключить там камеру все ее за руку просто тянуть задерживать чтоб она не скользила и спускаться вниз дальше она пробует идти уже сама обувь не совсем предназначена для такого спуска но медленно идем ну чуть-чуть дальше пойдем уж им добрый закопаны за этим безидим перевал суровым оси вообще интересный спуск видишь недалеко озера там рукой подать но ты идешь идешь влево вправо вниз сыпуха цепи и ты никак не может идти до этого озера до озера идти по туристическому маршруту полтора часа как-то так темнеет двигаемся дальше еды воды нету двигаемся продолжаем наше бесконечное движение правой стороны открывается одно из озер долины пяти озер с левой другое ухты просто красота вообще красота свет еще такой необычный солнышко есть нету ребята если нравится подписывайтесь очередное место где мы делаем фото нашей долины озер пяти озер наслаждаемся еще раз их видами виды просто ну потрясающе отдыхаем параллельно ох ты надашка повернись интересная тропинка спускается куда-то в пропасть прикольно стремно интересно мы прошли никитос стайк стань к озеру грязными штанами а к нам передом о вообще скажешь и ты думаешь про 5 озер где-то где последних два так вот еще справа три маленьких не так раз два три и наверху четыре четыре мы уже видели пятого нету пятая внизу наверное ниже этого гендеры к ниже виттамского ресторан за нами что ночевать будем не сами ночь застанет вот вообще это вот этот фоточка на на стенку то все уже сфоткал спасибо эти же шучу красиво как два озера долины пяти озер вот еще кусочек и вот там на вершинке 4 5 наверно внизу вообще организм получил нагрузки такие очень очень большие как-то ну нету в обыденной жизни у нас таких нагрузок у меня например вот вот сейчас на спуске уже начали просто сами по себе дрожать ты идешь они дрожат от нагрузки прикольно никита скажи как ты как тебя татранский парк ну расскажи татранский парк только не на воде тут татранский парк это очень красивое заведение за пять золотых тут много туристов то но пешие и словаки тут растут елки похоже на кукурузное поле черники можно приехать откушать не вкусненькая пока этот пока работает спустились чуть ниже у нас начались уже броды речки через которые нужно переходить по камням прикольно очень красиво темнеет еще больше холодно стало появилась черника но устали мы очень сильно данный момент останавливаться особо нету времени темнеет нужно идти мультик фотографию за прикол но сфера ну можно сказать начались первые проблемы у наташки натерлись ноги русланки тоже у меня просто как бы немножко под устали сами по себе дрожат ноги когда астана стоишь на месте ну двигаемся дальше еще километра восемь идти пошел десятый час нашего похода по татранской ломнице двигаемся уверенно из четырех чел а из шести человек из шести человек состава участников осталось четыре а его не смывает нафиг у нас у всех членов команды какая-то болезнь началась связано с губами с языком ты не знаешь симптомы чего это могут может быть срочно обратимся к врачу это горняшка вертолет никитос губы чернеют от горняшки если ведут на машине провезут и чувствую что этот что проблем будет много у всех и у машины тоже осли только осел пройдет к не пройдет или какой-то правильный ослы пройдут красиво темнеет закат в татрах мы думали подойдем к реке спуск будет какой-то попроще то нет пусть такой же сложный все время камни ступеньки ноги нужно держать нагрузки смотреть чтобы не споткнуть споткнуться об камень ну очень непросто было идти дальше вроде как бы и вниз идти просто но все время по острым камням какие-то большие ступеньки камни где нужно напрягать ноги за каждым поворотом типа новые препятствия приключения психологически было очень очень сложно но мы старались двигаться так как темнело и хотелось до темноты уже спуститься на асфальт двигаемся подписывайтесь на канал смотрим дальше видео вместе но и как вода теряется в камнях где на спуске вниз у наташки начали пальцы ног выдавить как-то в обувь то есть там было мало места пришлось принимать какие-то меры ну что сделали выбросили стел стельки из обуви стало немножко больше места как-то меньше стала нагрузка пальцем на ноги наташка стала как-то более уверенно идти все время по вот таким ступенькам прыгать это конечно психологически но очень сложно и тяжело как бы физически но очень сложно что эта дорога просто кажется бесконечной все-таки 11 километров пути когда организм уже обессилен это очень просто продвигаемся все устали ну как там усталость переросла в состоянии когда организму все равно и он двигается медленно но двигается а так мы почти на реке сейчас будем на быстренько по дорожке наша река превращается в водопад эти все падающие как бы пороги нам нужно спускаться параллельно реке вниз возле водопада очень сложный спуск мне нужно очень быть внимательным спускаться очень аккуратно по камням чтобы не упасть вниз очень красиво заходкаешь ну только не тут надо пользоваться моментом и фотка соседя давай давай все губки тут давно так я сделал русланка мы по такому в албании ехали на машине нас дорога была горная ну потом амортизаторы по обрывали искали в общем хорошо было не знаю как кому с команды но мне спуск показался намного сложнее чем был подъем на этот перевал давайте интервью говори что-то я вырежу говори что-то и даю по умничай мы сели отдохнуть до дороги осталось совсем чуть-чуть полтора часа 39 где два почти 10 градусов солнца до полной темноты поэтому темп нам нужно держать высокий ты расскажи что у людей паническое настроение не хотят чтоб их уже пристрелили двоих да ты почернели рты чернили от горняшки вообще тут тяжело очень малина нерегулярная малина регулярно каждые 100 метров малина если не черника вы на перевале замерзли с голода синий рот синий рот осталось где-то километра два с половиной и может включили уже навигации просто за каждых 100 метров радуемся каждые 100 метров больно отступать пока полтора километра осталось до асфальтной дороги держимся идем устали смотреть на это бесконечное количество камней под ногами так тут непонятно сейчас ну километров час 2 и 3 или может стелимся блин это бруковка еще мы уже хотели даже прилечь в этом домике который только что встретили когда там горная хыжа ну решили двигаться дальше еще два и три километра чтоб ты посоветовал людям которые хотят поехать сюда почему и 30 и под и 30 километров это много да не топтать не выдержать и лопнуть в непонятном месте а вообще темнеет и вылазят медведи и волки а волк по-польски вилк кричи вилк не кусай меня да могли бы эту дорожку чуть облагородить последних 100 метров бесконечной жести 30 километров вот вот эта дорожка сходится то что мы пропустили целый день прыгаем по камушкам километров 30 почти да никита с наташа отстали там с ножкой проблема тем нет медведи пока не вылезли кстати в румынии 60 60 процентов европейской популяции медведей верите но мы вышли на асфальт почти все ноги двигаются ночи медленно и хрустят дальше мы посадили наташку и русланку на вот эту машинку это какие-то рейнджеры а сами с никита еще 4 километра просто очень быстрым шагом где-то 8 километров в час мы засекали по навигации мы двигались в сторону парковки просто бежали и так закончился наш очень красивый очень какой-то неимоверно интересный горный день в татрах в польше дальше мы быстренько заехали в наш отель отель назывался ванта заказали местных вкуснюшек покушать отпевались просто водой пивом так как было но очень сильно организм устал очень сильно обезвожен был что я могу сказать в любом случае я советую посетить пять озер польша это мега неимоверное место нужно рассчитывать на то что нужно будет очень много ходить подписывайтесь на канал смотрите видео про польшу дальше а мы уставшие но счастливые покушали и ложимся спать завтра будет новый день перегон ворон город познань смотрите вот много еще интересного